Для чего ты засыкаешь время? Так ли ему это важно? Время важно мне, я понимаю, как спортсмен готов. Любой отрезок, если он его по скорости увеличит, значит у него увеличивается и физическая форма. Максимович, вот куда нелегкая жизнь борца григорийского стиля такой не занесет, да? Согласен. Приходится даже легкой атлетикой заниматься. Ну, интересно здесь на самом деле приходит, чуть-чуть совсем другая атмосфера. Тебе в подготовке помогает бывшая спортсменка, легкая атлетка Светлана Титова. Почему выбор пал именно на... Меня даже интересует не почему именно на нее, а почему именно это не единоборец, не штангист, не бывший борец. Ну, на самом деле я и сам искал пути дальнейшего развития, именно улучшить свои функциональные, физические качества. И мне посоветовали, познакомили ее со Светланой и как бы начали потихоньку с ней работать. Если быть откровенным, что мы с ней вот начали работать, я говорю, там, конечно, не сразу все пошло, но постепенно-постепенно мы пришли к тому результату, который мы сейчас имеем. У нас скоростная тренировка. Так. Вот. Мы пробежим 200 метров, через 40 секунд 150 метров. Так. И таких две серии. Так. Это работа на закислении, то есть, когда спортсмен уже устает на первых метрах, на первой дистанции, а потом уже терпит, да, вот, чего им не хватает в их борьбе. Потом мы работаем с мячом, делаем взрывную работу и бросаем гирю. Хорошо, понятно. Ну, вы будете показывать, да, упражнение? Да, конечно. Замечательно. Для чего ты засыкаешь время? Так ли ему это важно? Время важно мне. Я понимаю, как спортсмен готов, потому что любой отрезок, если он его по скорости увеличит, значит, у него увеличивается и физическая форма. Сейчас мы отдыхаем 6 минут и повторяем отрезок. Ну, он пробежал, что он сделал ошибочно? У него стояла задача пробежать там 26 секунд 200 метров, он пробежал уже 25. Соответственно, его на таком закислении, его не хватит бежать вторую половину. Это уже ошибка спортсмена. Не смог разложить. То есть, он должен раскладываться силой таким образом, да. Скажи, пожалуйста, вот, как ты с ним вообще обсуждаешь эти моменты? Вот вчера был ковер, завтра тоже будет ковер. Сегодня интервайная работа. Ну, тебе, понятно, сложно, ты не видишь его каждый день. Он, как спортсмен, дает тебе обратную связь? Да, конечно. Сегодня я подустал, там, завтра мне... Женя, ну, я на самом деле, когда он заходит на тренировку, я уже понимаю по его лицу, готов он работать или нет. До какой степени мы уже знаю спортсмена. Ну, я бы ты вчера в клубе отдыхал. Я бы узнала об этом. Он мне доверяет, он мне все рассказывает. Поэтому все, что с ним происходит, я знаю. Ну, то есть, он не лукавит. Нет. Если ты говоришь, что он устал, значит он устал. Если он... Вот с этим спортсменом все просто. Светлана, а как-то ты ему технику бега ставишь, что-то меняешь или вот как он может, как любит, как умеет? Нет, мы меняем. У нас очень большой прогресс в этом плане. Потому что, когда он пришел и начал бегать, мне стало плохо. Мне нужно, чтобы работала стопа. Что у них не хватает на ковре? Они всегда, у них отстает эта стопа и связки слабые. То есть, не паховые связки, приводящие у них слабые. И стопа, они не дорабатывают. Когда ты, ну, с Маратом мы более-менее, да, закачали вот эти слабые места, он уже сразу вырос в своей форме физической. И на ковре он стоял уже увереннее. Вот, поэтому, наверное, надо всем на это внимание обращать. То есть, то, что, как правило, ну, мы считаем, что в борьбе не работает, ну, и зачем я буду это тренировать? Я думаю, не зачем, а они просто не успевают. То есть, у них такой объем ковра, что у них не хватает времени, чтобы спортсменов немного укрепить. Ну, это у всех спортсменов так. Понимание приходит уже, когда ты заканчиваешься спортом, и все. Вот, я не доделал здесь, я не доделал там. А когда ты тренируешься, спортсмен что делает? То, что ему говорит тренер. Ну, да. Вот, если у тренера на это времени нет, или там где-то, ну, сразу провал. Ну, и выше, что тут всего? Ноги закислились. Задняя поверхность. Подзабился. Даже не опускает, сейчас лежу. Даже не опускает вообще. Давление к ним было, ну, было. Это обычный стимул. Цитрулина молот. Для чего это нужно? Да, чуть-чуть. Сейчас в такие моменты забиваешься, ну, потом тебя начинает опускать чуть-чуть. Именно вот эта забитость. Ну, это в сборную выдает, поэтому мне есть секреты. Все нормально. Максомыч, пока пауза. Поговорим о предстоящем чемпионате России. Конкуренция, в принципе, в каждой весовой категории у нас сейчас. Сейчас появятся новые конкуренты, как говорится, новые имена, которые перейдут из другой весовой категории. Стартов очень мало было. И уже будем смотреть, кто как тренировался этот год, кто как готов. Ну, ты вот этот цикл заканчиваешь. Ты готов так морально зайти на новый цикл? Ну, конечно. Конечно. То есть сейчас подборолся этот чемпионат. И с тем результатом, на который поставили цель, выполнить эту норму, эту цель свою. И там в дальнейшем уже другие старты будут. То есть завязывать еще не собираемся. Не собираемся. Отлично. Крепитесь, люди, скоро лето. И всем от этого становятся теплей. Тренировка прошла очень хорошо. То есть плодотворно я нагрузился, продышался, как говорится. То для себя это важно. Я чувствую прибавление. То есть не просто там я тупо отработал и ушел. Поэтому все идет хорошо. В целом, сейчас, да, чуть-чуть, говорю, он чуть нагружен. Но на это не нужно обращать внимания. Всегда так было и так будет. Поэтому будем потихоньку сейчас восстанавливаться. Также потихоньку тренироваться. И подводить себя к тому состоянию, в котором мы будем уже показывать результат. Всех благодарю. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok